День Сождествия Святаго Духа на Апостолов считается днём рождения Церкви. Потому что после этого, когда они исполнились силой Духа Святаго, то стали благорестовывать о Спасителе Христе на разных языках, всем народам, которые пришли на поклонение в Иерусалим. Все понимали, что говорили эти неграмотные рыбаки, вдруг познавшие языки иноплеменников. «Создан Церковь мою, — говорит Господь, — и врата Ада не одолеют её». Из беседы святителя на Заталусском. Пророчества Иисуса Христа были двоякого рода. Одни из них долженствовали исполниться в настоящей жизни, а другие сбудутся при самой кончине мира. Они взаимно подкрепляют себя и с великою силою доказывают истинность тех и других. Неясно слова. Я постараюсь объяснить примером. «Двенадцать учеников были спутниками Господа. Даже название Церкви тогда ещё не приходило никому на ум, потому что синагога ещё находилась в святущем состоянии. Когда почти вся Вселенная предана была нечестью, что сказал и предвозвестил Господь на сем камням, «Я создам Церковь мою, — и врата Ада не одолеют её». Евангелие от Матфея, 16 глава. «Рассматривай, как хочешь, это изречение, и увидишь истинность его в полном блеске». Но то одно удивительно, не то одно удивительно, что он во всей Вселенной устроил свою Церковь, но и то, что сделала её непреодолимую. И непреодолимую тогда, как она испытывает столько враждебных нападений. Слова «брата Ада не одолеют» означают опасности, не заводящего ад. Видишь ли истину предсказания? Кратко изреченное создам Церковь мою, но не пробегай его без внимания, а вникни в него умом и представь, сколь великое дело наполнить всю землю под солнцем церквами, обратить столько племён, убить народы, уничтожить отечественные обычаи, исторнуть укоренившуюся привычку, свернуть владычество, сладострастие и силу нечестия, как прах. Жертвенники, капище идолов и их службы, бесчинное праздничное нечистое жертвоприночение, развеять, как дым, и воздвигнуть алтари, алтари истинному Богу повсюду, в стране Римской, в Персии, в Скифии, в Бавритании, в Индии. Что я говорю? Даже за пределами нашей Вселенной, и британские острова, лежащие за пределами моря, на самом океане, ощутились силу изречения Господни. И там воздвигнуты церкви и алтари. Это изречение, сказанное тогда Господом, теперь насаждено во всех душах и находится во всех устах. Вся, так сказать, земля, наполненная тернием, очистилась, взяла чистую нивы и приняла семена благочестия. Если любите меня, говорит Господь, соблюдете заповеди. Я уволяю Отца и даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Евангелие Теана 14 глава. Везде нужны нам дела, а не уверение на словах, потому что говорить и обещать всякое легко, а сделать не так легко. Чему я это сказал? Потому что теперь много людей, которые говорят, что они боятся Бога и любят Его, а делами показывают противное. Но Бог требует любви, являемой в делах. Поэтому-то и ученикам говорил, если любите меня, соблюдете мои заповеди. Так как Он сказал, если чего попросите, Я то сделаю. То есть, что бы ни подумали они, что довольны только просить. Он превысокупил, если любите меня, то есть в этом случае сотворю. А как ученики услышат, Я к Отцу иду, естественно, пришли в смущение. То Он говорит, что любовь состоит не в этом, не в настоящем смущении, а в повиновении словам Его. Я дал вам заповедь, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы так же поступали друг с другом, как Я поступал с вами. Любовь в том и состоит, чтобы исполнять это и подражать тому, кого любим. И умолю Отца и даст вам другого утешителя. Опять речь приспособительная, так как ученики еще не знали Его, и потому, естественно, сильно желали быть вместе с Ним, слышать Его речи, видеть Его во плоти, и ни в чем не находили для себя утешения, скорбя Его отчести. Тот, что Он говорит, Я и умолю Отца и дам вам другого утешителя, то есть иного, такого же, как Я. Когда Он очистил их, жертвы, тогда, если зашел Дух Святой, а почему Он не пришел в то время, когда престол был с ними? Потому что не было еще принесена жертва. Когда же и грех был истреблен, и апостолы, получив повеление идти на опасности, готовились к борьбе, тогда надлежало прийти тому, кто укрепляет на подвиге. Для чего же Дух приходит не тотчас по воскресенье, а для того, чтобы апостолы сильнее возжелали Его и приняли с большей любовью. Аминь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова